Всем привет, с вами Ростис, и со мной мой кореш Вадимка. Я, наверное, должен был поздороваться, да? Да, изначально. В общем, сегодня мы вновь, точнее, я вновь, Вадим, в первый раз зашел на сервер, мы играем на ГТА, ой, ГТАРП, какой-то сервер, не помню, там, API или Avanti, короче, неважно, и нас встречают сразу вот дама и мужчинка с руками вперед, они явно хотят с нами драться, подъехал автобус. Давайте попробуем все сводим, побежали, побежали, побежали. Пойдем, 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 пойдем. А, да, все, тут автобус, подожди, на это не рассчитан. Я не могу остановиться, я бегу за меня, я хочу сесть, стой. Все, все, я остановился, это была жесть, я не мог ничего сделать, он просто у меня бежал. Да, я, если честно, сегодня совершаю подвиг, в это говно окунулся все-таки. Вот, наслышен, на Vision был, посмотрел на автобусы в прошлом видео, это было вообще здорово, если честно. Да, кстати, ребят, по поводу прошлого видео, у меня почему-то аккаунт не сохранился, мне пришлось регистрировать его заново. Мне дали 104 доллара при старте. Ну, подожди, я могу к тебе сесть? Ну, я думаю, сможешь, это же GTA все-таки. Да, отлично. В этот раз нам почему-то рандомно выбило голубые кеды, при прошлой регистрации у меня были розовые кеды, что, в принципе, тоже, в общем, цвета такие веселые. А какой ты вообще едешь? Ну, насколько помню, таскать мешки, если это все еще там. Сначала нужно нажать кнопку 1, там выбрать GPS, выбрать работы и потом выбрать непосредственно работу. Есть автомастерская, таксопарк, склад почты, склад металлолома, свалка. В общем, ты выбери что-то GPS, сюда поедем, а то мы просто едем. Дай, дай руль батьке, батька сейчас поедет, дай. Без проблем. У меня такое ощущение, что мы в каком-то масле трансформатором катаемся. Зачем ты мне машину угнал? А ну, тихо-тихо-тихо, мне очень нравится, есть такие ютуберы, которые показывают какой-то отличный синхрон. А ну, давай встань, давай подеремся, давай, иди сюда. Давай, сейчас, вот просто я хочу показать. Ты как Майкл Джексон, даже ноги не отрываешь, а просто как бы поскользишь. Давай, синхрон, давай. Ух ты, блядь. Тихо, синхрон, давай. А ты бьешь меня вообще? Да, только я почему-то... Я почему-то очень сильно плавно передвигаюсь, знаешь, я говорю, как будто бы я в масле купаюсь. Давай, 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 бей меня, бей, а ну бей, а ну давай, бей. Да, знаешь, если честно, это достойная замена для онлайн для вообще всего. Ты бьешь, да? Да, я стараюсь. У тебя даже шкала жизни отнимается. А, понятно, поехали. Короче, все ясно. Ребят, если вы где-то видите видео других, на других каналах и других ютуберов более популярных, чем я, к примеру, да? И которые вам говорят, вот это убийца сампа, убийца чего-то еще. Ребят, пока вот здесь такой классный синхрон, это убийца ничего вообще. Потому что, ну, зато факт синхронизирован уже, в принципе, хорошо. Ну да, на самом деле, убийца для мозгов, это, не знаю, это, ну, материться больно, да? Да, я потом поставлю в начале видео обязательно табличку 18+, чтобы, 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 чтобы не узнали. Я повторю твои слова, это полный пиздец. Иначе просто не скажешь серьезно. Надеюсь, разработчики этого мультиплеера и этого сервера смотрят на нас теперь. Вот вам, ребята. Не, несомненно, несомненно, ребята молодцы. Все-таки они проделали работу, они построили определенный функционал на этом мультиплеере. Все-таки они не разработчики этого мультиплеера, а разработчики мода. Ну, мод это, между нами, это просто обычный, как бы, Godfather, который когда-то изначально был после пена первого. Вроде сначала был пен один, а потом пошел Godfather в Sampi. Вот это, в принципе, тот же самый Godfather. Переделанный, точнее, перенесенный просто в GTA V. Здесь ничего такого особенного, лавовского, крутого нету. Я считаю... Ну, почему? Посмотри на эти живые улицы. Оживленный трафик. Да, да. Как здесь не скучно и вообще просто весело. Ты видишь мой маркер, надеюсь? А зачем я твой маркер? Я свой поставил. А. Я поставил свой маркер и мы мчимся. Мы мчимся работать. Так что, в принципе, несомненно, классно, что ребята сделали сервер. Молодцы. То есть, они дают возможность игрокам, которые хотят поиграть хоть какое-то подобие РП в GTA V. И, в принципе, это круто. Но, конечно, сам мультиплеер оставляет желать лучшего. Потому что, действительно, я не знаю, я не видел, как вообще происходит взаимодействие между игроками в будущем. Например, это между полицейскими и обычными людьми. Как вот банды между собой дерутся, если вообще можно драться. Единственное, что ты видишь своего оппонента, это как он поднимает руки в стойке и на этом все. Слушай, а у тебя нет случайно таблички специальной? Есть для матов табличка, я видел, да? А нет таблички про шутки про эстонцев? Ну, про эстонские драки вот эти все. Нет, нет. Значит, я не буду шутить. Да. Не будем нацеплять никаких эстонцев и всех остальных. Мы приехали на стройку. Как я понимаю, здесь работа. Ага, вон маркер, я вижу. Погоди, мопед 30 баксов оплачено. Мы, как бы, в будущем успешные пацаны в розовых касках и голубых тедах. Подожди, у тебя каски розовые? Ну, у меня розовая каска. У меня зеленый. У меня зеленый. Нет, подожди, она... У меня зеленый. У меня вообще зеленый тоже все. Чтоб ты знал, у меня каска бело-зеленая, у тебя бело-зеленая. Ладно, я предлагаю взять мопед с собой туда наверх наверно. Так, да, начать рабочий день. Я сразу переоделся. Подожди, подожди. Подметите на башню, чтобы начать работать. А, ну, вперед, вон, вон на башню. А ну, стой, 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 стой. Бери мопед, подгоняй его, да, подгоняй. Вау! Александр Смит упал с башни, блядь. Что было? Ты встал в стойку. Знаете, это просто каскадеры, каскадеры. А попробуй на мопеде заехать, давай туда попробуй прямо. Как 48-й этаж, садись. Все, поехали. Вперед. Лифт, 48-й этаж. Да. Ничего не происходит, это, наверное, просто мопед неров. Или лифт уехал. А, тут был лифт? Подожди, его, наверное, нужно вызвать как-то. То есть это не шутки? Почему мне в сервере пишут, чтобы завести транспорт нажмите 2? Погоди, тут, блядь, как в самке реально, на Г нужно садиться. Ну да. Да. Подожди, я просто по старой привычке нажал на Г и он все на пассажирское место. Я понимаю, но ты сломал мне работу. Вадим, я теперь не могу зайти и... Эй-эй-эй-эй-эй! Вау! Сучонок. Мочи, мочила. Я угоню мопед, убивай его в ваде. Подожди, подожди, да? Ага. Вот, походу он у тебя угнал мопед. И, блядь, какие-то классные. Что, что ты не хочешь? Теперь я забрал мопед. Мопед у меня. Пальмонируем что-то. Он опять забрал. Так. Да нет, почему? Я убью сейчас встаю. Нет, он вот что-то меня мопед забирает. Вот ты там идешь. Всё, теперь я на мопеде. Теперь он опять на мопеде. Что происходит? подивинил вообще на мопеде я на мопеде все нет он нам опять вадим еще один побежал кроник скротник автобус все он на мне стоит просто все нормально андрей котнев меня не братьев мопед у меня мопед все отлично я сейчас так все на север на север да все-все 2 возвращайся короче они сели на автобус эти говнори а и просто же благословки попросить обалдеть у 2 метра ну в общем мы ели выиграли битву за мопед что эту серию так можно будет и назвать битва за мопед потому что это было просто и эпично так все короче я отправляюсь на 48 этаж я здесь а по ты просто охотительно телепортнулся серьезно как superman ну как базлайтеры бы сказал значит честно в душе не и бухта это историк там какой воде и знаешь да я понял кстати я сейчас взял сумку и мне пишется чтобы завести транспорт нажмите 2 так теперь я понимаю мне надо спуститься вниз с этой сумкой мне кажется все работы по одному принципу построена как я не хотел зашквариваться в свое время учить javascript а может я считаю что это уебищный язык если честно вот и это все его возможности стеблять несколько работ которые просто таскать сумку из места на место сколько ты получил что работают три доллара за ящик за сумку с металлоломом посмотрим сколько здесь мы получим тупо ну я взял сумку и спустился вниз оказывается веснарно не надо было спускаться что нет 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 я спустился вниз и мне принесено материалу принесено причем а куда-то их принес то так погоди ты где я вот там не могу чего-то не понимаешь и ничего ты не понимаешь если честно вор по режимах как бы ну берешь сумку несешь вниз а куда нести то блять у меня сумка есть вы уже взяли сумку хорошо я из-за куда ее отдать а вот сюда нет нет блин воде да там деревянные такие исходные по ним нужно но rp же денис ну как бы когда ты отыгрываешь роли реального человека реального строительной настройки меня просто знаешь и брат настройки работает сначала рабочим был прорабом стал вот они все берут сумки и спускаются по сходному вниз и так обычно все устроено понимаешь что ты всеми берешь я нет я не в шлеме я в грязную ну то есть просите за специфичный желтуха это жилетка сигнально подожди как я не понял я с их я хожу с этой сумкой где мне ее сдать у меня маркеры пропал маркер поднимись наверх ко мне да не буду наверх подниматься вот я уже внизу с этой сумкой куда ты сдал покажи сейчас я просто бегу сумкой запахался у меня бьется сердце как я не знаю все появился маркер так это он еще может быть на этаже или что нет почему он внизу у меня уже третий раз или 4 сумка пропала мне еще не написалось я я тебя вообще не вижу кстати такие сзади нет тебя там нет вот я вот я подошел где вот тебя дает тебя нет здесь смысле не а я пытался его дарить и боюсь все я тебе забиваю просто серьезно ну я тебе избил конкретно да ну да ладно без комментариев оставим короче у меня я спускаюсь вниз на лифте потому что у меня пропала сумка вообще у меня пропала сумка у меня пропал и маркер у меня не только осталось одежда и причем нашел так сильно бежал запыхаться что прям чуть не умер долго бежал ну кстати ты знаешь я вот когда в реальной жизни тоже от если я хожу я тоже чуть не умираю реально рп как бы приближенная максимально к реальности потому что ну да я как бы тоже за соточку вешаю ну вот я вот реально пробежала чуть-чуть реально жизни тоже еду как будет пробежал вот обалдеть я жду тебя на мопеде внизу поет а ты уже все сдал что ли все мы еще закончу рабочий день и принес 3 я пол я получил 15 баксов я получаю 5 долларов за все впрочем ничего нового нет тут 5 там почему у меня 5 маркер пропал чё за фигня а вот он все вы а слушай это я тупому внешне да вот так вот 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 вы взяли принесено материалов 2 ладно все я не хочу работать какая-то неинтересно нет ну на самом деле уже у меня есть гипотеза почему пропадает маркер куда таскать ящики почему потом мне кажется просто кризис начинается мировой то есть нужно и строители просто не нужны и поэтому те марки пропадает а потом резко стабилизируется экономической обстановкой ты снова может искать маркер то есть ты хочешь динамический да да я я я просто думаю что до начала скриптом как бы позволяет реализовать все эти функции просто новую подгружается откуда-то из интернета данные фондовых биржах в общем как то так ты знаешь как это онлайн реализовано то есть взрываешь там одни машины у тебя на искусственно созданном сайте там брак стара какие-то акции падают и там в режиме сингла можно покупать то все мы здесь думал так реализовано просто связано не с какими-то придуманными rockstar фондовыми биржами а конкретно с реальными фондовыми биржами я думаю сервер просто настолько крут что что так и происходит поэтому марки пропадает просто твоих любви не нужны на рынке так ладно сюда миру а ты где я тебе скинул смопе а я тебе скинул самопеда какой у меня шлем сейчас одет цвета знаешь каким-то татуировочками белыми с оранжевой полоской какой он у меня оранжевый с красными полосками нет нет у меня оранжевый с красной полоской видимо у нас одинаковый короче а ладно так давай gps 2 другую попробуем это была стройка давайте попробуем грузчика в магазине ты сквозь стену проехал нет я проехал нормально нет верни за мои я вон бери мопед я возьму этот мопед кто-то нам оставил мопед для бесплатно видимо это бонус узнаешь то есть акции резко подросли интересно звуки которые вот мы слышим там у меня в наушниках там мигалка ментовская там еще там что нибудь там звуки машины то не хотите проезжает или это просто стандартные звуки гта да нет как бы здесь же тысяч до 1000 игроков по моему да можно заходить ребят да я думаю это это игроки делают массовку такой просто не замечаю может небольшой рассинхрон как мультиплееров разработки ой за то есть ты сигналишь ну да это самое главное интересно как тут погони ментовские выглядят с таким синхроном наверное все неуловимые мстители нет но сейчас едешь более терпимо вот поначалу ты как-то ехал вообще поганенько а сейчас ты так более-менее я сзади тебя еду я знаю я знаю я аж назад оглядываюсь ты видишь мой фару нет я моргай ну да я как бы сигналю тебя ты между ду вы мышами да я хотел дома посмотреть подожди просто интересно как бы ну когда хотел да хотел сюда стать хатла и пожить где-то на группе стрит мы полу недалеко да вот там банда там смотри на мопедах драка идет драки где-то 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 где я их ниже никого справа вадик ты чё вот лишь сирена пропала до за разборки петушины а то работа магазина подожди подожди открыть меню дома мне интересно купить том за 34 мать его тысячи адрес и все не могу пока не могу мне совсем немножко не хватает тридцать четыре тысячи всего я думаю мы натаскаем на ящиках да конечно нет есть какие-то там другие прикольчики на них надо смотри что тут артема чипикуликов какого-то убили чипикулика артема чипикуликов убили так значит работа грузчика начать рабочий день как 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 на вот знаешь я честно на этом сервере не встречал такого так хорошо вы начали рабочий день грузчика ну собственно ты взял с машины этот подожди подали что-то новенькое денеж сотрел заре у меня хочет блин было бы кстати сейчас умру я умер ими я потаскажу тебя сильно много бегал и мне было мало хп это тип меня как-то через рассинхрон не смог ударить и умер возле больницы появился с деньги сми не снялись что примечатель не сняли а вот и артем чипикулик а видимо я знаешь демократия настолько процвела в сша ну вымышленных сша что медицина бесплатная стала эту то есть действительно р.п. как бы демократии лишь развивается фондовые биржи не играться тут реально невозможно это но честно я я впечатлен работы потому что на этом сервере действительно по сравнению с грузчиком металлолома и строителем настройки действительно разительное отличие вот особенно в расстоянии которое ты пробегаешь сумку серьезно хотел завести машину нажал двойку и не смог потому что у меня нет ключей короче драться с таким синхронным это просто ужасно я не знаю просто для сравнения ребят мы потом снимем видео в мультиплеере five reborn по этому мультиплееру у нас есть видео на канале просто сравните синхронизацию сравните отображение как бы таких мелочей как там банально цвет шлема на мотоцикле я не знаю там поведение даже ту же брата ту же драку поведение машины вот вы сейчас видите как я с артемом чикипулиным пытаюсь драться какие погодили где него знаете скажи больница и чикипули мне уже второй раз под навалял то есть я его почти снес и как это все происходит странно я вообще на самом деле как бы просто как боженька дерусь это опять как бы вадиме гансоврать но тут как иисус или каковах нет не все равно как и будда вот и короче все я чикипулина забил здесь ему пришел на помощь алексей мигу 6 миг миг мукшинский алексей мукшинский и артем чикипулин серьезно это у этих людей если ты земной 3 вот видишь вот вот алексей тихо 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 на алексей на все домой лена упал упал вон артем чикипулин он нападает на тебе прыгай 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 он забрал там а папа папа ты мне дал прикин умер настолько сильно нет они у меня вагали артем чикипулин недоволен что мопед уехал я думаю сейчас я вам двоим короче вальну а вадик если меня под все все чикипу меня потрачено денис меня потрачено пули на рядом с тобой дохожу артем артему чикипулин очень весело кстати я смотрю так нажмите 2 топлива почему-то меня почему-то отнимают я в этом тебя бьет просто меню багаж него загрузить и меню багажника разгрузить прикинь прикольно да ну короче двойка у них это управление транспортом здесь топливо багажник характеристики купить выкинуть игрока какого игрока мы любого я думаю знаешь сервера кикнуть да просто так как как короче резко появился артем чикипулин и вытолкнули у него мало хп его попытаюсь добить и да я его добил все-все чего его ведь мы бил я потому что я вылетел настолько отчаянно его поднялся давлением пульса давление пинк поднялся скорее всего так чикипулин я чикипулин забрал мне мопед которая вызвал за свои 30 долларов я пытаюсь уехать да я уехал все чикипулин не достался мопед что в принципе уже хорошо так ладно в общем ты доработал кстати на грузчике да я я получил эту уникальную работу неповторимо 10 долларов за 5 сумок чего-то там где ты знаешь и по 2 баксы ну да потому что я думаю дают так мало потому что там очень мало можно бегать что за стоянка садовников неинтересно стоянка садовников но как подожди неужели ты не знаешь у меня еще есть один брат он один строитель прораб настройки рассказывал другой старший садовник и нет он немножко помладше чем я но постарше чем предыдущий выходит что тот брат в общем я запутался короче он тоже работать садовник вот он не часто рассказывать там у них есть стоянки свои да и она настолько популярна у народа к лобнические ходят отряды и она даже на джи пессе здесь на ротах это скорее всего но я вот сейчас просто отправляюсь мне еще ехать почти полто полтора километра садовников я предлагаю встретиться там нет здесь есть какие-то крутые работы но для этого нужно отыграть месяц там ну типа игровой какие понимаете вот у меня кстати сейчас 0 месяцев из 12 работы нет регистрации нет деньги 84 доллара телефона не справочника номер карты справочник это все напоминает реально сам короче что проводят на крутых работах и понимание нужно лицензия помимо лицензии надо еще тут отыграть иное количество времени что повысится свой это пока нам реально светит только те работы которые что-то таскать и за которые получают копейки понятно в принципе понятно что работы все однотипные потому что но это как в сампе и хватило фантазии нет не то что ну наверно не смогли по-другому реализовать просто и действительно может это на то упор что если ты как бы новичок то будь любезен как бы работой на скучной работе то есть пока там не заработаешь какой-то нет ну знаешь или массовка не делает автобус который может и чайный выехать прямо как цои тебя размозжить может вару не знаю так я не скучно не скучно работаю серьезно ну да как бы количество людей это реально скрашивает то есть там вот этот был артем чикипуллин или какого-то замечательный парень этот транспорт вам не доступен почему я приехал на стоянку садовников мне нужно блять точно сначала чтобы быть садовником надо думать как садовник завести это типа бутафории или что в общем короче на все крутые работы на все крутые работы нам любом случае наверно надо лицензия да подожди подожди именно удостовериться секундочку просто я как бы ну радует другое чтобы когда садишься в машину тебе не выбрасывать причиной типа у вас нет прав да ты не можешь ее завести конечно ну ладно куда тут еще можно справиться давайте 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 попробуем gps а ну-ка подожди питались кому ты звонишь брату брату садовнику алё братиш привет ведь я не разбудил вот здесь просто знаешь ну зашли с моим другом на сервер это и в общем хотел тебя узнать извини что я тебе звоню просто время реально просто нужно узнать как бы нам ниже необходимо вот и когда в саду работаешь ну да 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 там вот ты лицензию покупал то есть ты сначала а понял то есть я сначала ты настройки у нас ну со старшим доработал то есть да 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 мы тоже были в магазине как ну сервер просто сам понимаешь нет нет фондовая пиржа нам не создал никаких проблем да 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 ну все все я тебя понял ну давай давай там держись ага так тенис в общем я слонился ну сказал что да действительно нужно сначала на тяжелых работах поработать потом потом ты покупаешь лицензию садовника и все можешь врезать ноги цветом отлично я отправляюсь в автошколу мне интересно что просто в автошколе нет ну а вообще как бы шутки шутками но это стандарт на всех серверах практически в сампе как я понял здесь идет принцип того что для начала тебе нужно работать на тупых работах на однотипных носить сумки то есть неважно только меняется немножко картинка потом тебе надо получить опыт получить уровень получить какие-то прожиточные там эти и после этого ты можешь устроиться на нормальную работу и там работать я сейчас в автошколе очередь а я до сих пор не могу войти так что поддержать к сожалению сейчас напишу ее братва у меня опять козы козырный номер 33 в прошлом видео было 111 я сейчас спрашиваю пацанов очередь ваша тут все молчат наверно все не русские ну хотя бы один игр с этими страдами джеймис монтана рей винстон здравствуйте знаешь что россии национальных странах нормально это не хватает артем чипикулик пришел сейчас а как тут написать да наверное а я тебя хочу обрадовать меня в прокстар забанил смысле ну я в бане сижу за что не знаю зарушение пользовательского соглашения наверно тогда пора выходить с этого чудного мультиплеера в котором выходить теперь они меня просят еще раз подтвердить свой пароль которым банят просить трудную почту за использование официальной версии игры ребят на этом видео заканчивается смотрите внимательно вам никто не гарантирует сохранности вашего лицензионного аккаунта в рокстар шел клаб я просто немножко шоке поэтому ребята обязательно лайк за битву мопедов обязательно лайк за то что вадим получил банку в rockstar social club и подписывайтесь наш канал оставайтесь с нами будет весело всем пока мама привет я на ютюбе мама обязательно видит привет пока ребятки а мы извиняемся на самом деле вадима не забанило мы разобрались после ввода логина и пароля заново после смены пароля я бы сказал да точнее после смены пароля rockstar думал 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 загрузил и в принципе с аккаунтом все в порядке поэтому наверное я не все же не буду говорить что переживать за свой аккаунт при использовании лицензионного аккаунта в таких вот мультиплеерах не надо переживать это как бы вы все равно должны рассчитывать на определенный риск потому что может случиться все что угодно и в любом случае даже какой бы мультиплеер это не было каких бы разработчиков он не был спокойно играть на лицензионной версии можно только в gta онлайн в официальный gta онлайн самих rockstar of не используя 4 можно спокойно играть и не переживать о целостности своего аккаунта и не переживать о блокировке со стороны rockstar of да я тоже думаю это онлайн достойная замена или сказать альтернатива gta network да вот поэтому как бы будьте бдительны не снесу эти свои данные от аккаунта куда попало поменьше используйте какие-то непонятные клиенты однодневки я не говорю как это за network network молодцы мир дружба жвачка все классные поддерживайте лучше покупайте официальную групп поддерживайте ребята дракстара потому что все таки они эту игру сделали и теперь мы с вами все играем эту игру на разных серверах на разных клиентах еще раз извините что получилось так по поводу информации что мы получили бан бан мы не получили все нормально еще раз повторюсь ну и опять же не могу не воспользоваться моментами не попросить у вас чтобы поставили лайки и оформили обязательно подписочку на наш канал и еще раз всем до свидания всем пока пакета